Всем привет! Это наш формат распаковки гитар. К нам наконец-то приехали гитары Taylor. Мы разделим это видео на несколько видео, потому что сегодня пришла часть гитар, часть гитар придет завтра, часть вот чуть-чуть позже. И мы начнем с самой такой базовой серии, это вот сотые, двухсотые модели. Ну и, конечно же, малыш GS Mini. Вот как раз гитара, на которой играет Вадим, это Taylor Jazz Mini Mach, который, соответственно, из красного дерева, у нее топ. Шикарная гитара для тех, кому нужно гитару брать с собой. Это тревел инструмент, который при этом звучит реально как большая гитара. И он звучит так благодаря одной маленькой хитрости. Эту хитрость вы увидите во всех Taylor, которые мы сегодня будем показывать. В полностью массивных гитарах этого Taylor не делает. Вадим, на секундочку. Мы заберем на секунду Вадима. Смотрите, в чем вообще раскрываем секрет гитар Тейлор. Почему они так звучат круто и громко, и при этом там небольшой корпус? Потому что у них на нижней деке вот внутри абсолютно нет пружин, и гитара ничего не сдерживает заднюю деку. Она сзади такая немножко выпуклая. Когда вживую придете посмотреть, увидите, она как барабан. И ты на ней играешь, и она прям, она отдает себе как полностью массивная гитара. В этом секрет полумассивных гитар Тейлор. И также вот мы распаковывали гитары Фер. Они в своих полумассивных версиях делают точно такую же штуку. По-моему, я больше нигде этого не встречал. Лоуден тоже, да. Лоуден и Ширен тоже так делают. И вообще эта тема, на самом деле, пошла наверно таких инструментов, как лютни или банджо, где полукруглые корпусы. По этому же принципу делается и овейшн. То есть они же отталкивались от этого, в первую очередь изобретали свой корпус. Полукруглая форма. Просто они еще пошли дальше и взяли будет пластиковый корпус. Но об овейшн потом. Сейчас от Тейлора. Да, сейчас от Тейлора. Смотрите, и мы не держались, открыли уже вот этого малыша перед тем, как снимать видео, потому что он пришел к нам немножко раньше. Комплектуется вот таким вот крутым чехлом, на котором написано GSME. То есть вы идете по улице, сразу люди знают, что у вас там. Здесь, конечно же, классная подушка для грифа. Особенно если вы идете по флакону с этим Тейлором, с этим чехлом, мы знаем, что это наше. То есть мы сразу узнаем, поэтому... Да, поэтому Тейлоры с этого года, кстати, именно с этого года, мы сейчас откроем другие гитары, они стали делать более плотные чехлы. Раньше они были более тряпичными, сейчас они стали гораздо, ну, плотнее. И это такие уже, можно сказать, полужесткие кейсы. Ну что, приступим к долгожданной модели. Гитар вот этих не было долго, по причине чего. Я списывался с фабрикой Тейлор. У них стоят готовые гитары на фабрике, но там в звукоснимателе есть деталь с завода, по-моему, в Индонезии, из-за которого нет у нас сейчас мобильных телефонов, машины дефицит и все прочее. Видеокарт. Да, видеокарт. Там есть какая-то вот эта плата, которая в звукоснимателе с этого же завода. Поэтому на гитары Тейлор огромный дефицит. К нам приехало 4 модели и всего 11 гитар. Завтра мы довезем кое-что еще, но об этом уже мы в следующем видео расскажем. А давайте сейчас открывать стандартную серию и сразу же вам какие-то вот сейчас нововведения покажу, которые у них давно появились, но в России пока об этом мало кто знает. Нам сыпется заказы на Тейлор 114 CE. 114 CE, ребят, его сняли с производства и его больше никогда не будет. Они оставили в производстве только версию с электроникой, без венецианского своего знаменитого КТВ. И вот, собственно, 114 модельку сейчас мы с вами достанем, как она плотно сидит. Да. Тейлор красавцы. Они все упаковывают так, что гитарой я ни разу не видел, что в России приехала разбитая гитара. То есть плотные кейсы идут, сверху вот такие идут какие-то набалдашники, которые... Причем разочек был даже у Мартина, когда гитара приходила разбитая, разочек такое было, у Тейлора пока не видели. Так, и смотрите, вот по плотности чехлов, то, что я говорил, теперь эти гитары, они гораздо удароустойчивы в их чехлах идут. Сильно гораздо устойчивы, я не знаю. Кстати, читал немножко не вник, потому что все на английском языке. Давно слежу за этой темой, что Тейлор это фабрика, которая передала свое, как бы, управление всем своим сотрудникам. То есть у них как-то там что-то поменялось, и появились вот эти Builders Edition, которые у них знамениты, и качество реально стало еще круче. То есть несмотря на то, что она была и так высокая, то вот, допустим, посмотреть на чехол, если там у вас есть какой-то старый Тейлор этой же серии, вы можете убедиться, что у вас чехол гораздо тоньше, и, скорее всего, даже вот этой подушечки нет. Сейчас они стали прям вот молодцы. Стоит электроника, их фирменная называется она ES2. Она сейчас будет на всех моделях, которые мы будем распаковывать, это фирменная пьеза. Что могу сразу сказать? Знаете, когда бывает интернет-магазин, заказываешь гитару, и мы часто слышим отзывы, что вот, там царапки на пигарде, вот посмотрите. Только гитару достал. Царапки на пигарде, схода. Но это не есть неплохо, нехорошо. Да, там защитная пленка, вы просто снимите, и там будет все кристально чисто. Нет, это человеческий фактор. Это значит, что гитара низ конвейера, она проходила через людские руки, но не натягивали струны, что-то еще с ней делали. Поэтому такие погрешности, это даже не косметический дефект, это просто ляп. И немножко про эту гитару вам расскажем. Сверху у нее ситка сплюс, обещай оказание дека это орех. Обещай оказание дека не массив, вверх массив. Гриф 43 миллиметра и накладка из черного дерева, причем она у них каждый раз очень красивая, с какими-то вот такими, не знаю, видно ли на видео, с полосками. Очень красивое дерево сделано. И вот теперь эти гитар 114 серии именно с орехом не будет, они идут с вырезом. То есть с вырезом гитар не будет, они теперь идут без выреза все. Почти настроены, на полтона ниже чуть-чуть. Да, как обычно. Сейчас так подпишу чекольчик и продолжим дальше. Мне в первую очередь они запали в душу, когда я вот первый раз я взял Тейлор, я взял, кажется, серию Академии и как раз 114-й. Кайфанул просто от их грифа. Вот эта гитара, которая с самым удобным грифом, и особенно электрогитаристы, кто хочет себе акустику, Тейлор это максимально такая, будет привычная для вас гитара. И, кстати, пока не забыл, пока Вадим настраивает, две важные вещи. Тейлор Jazz Mini изначально, а и вообще любой Тейлор комплектуется струнами Elixir, но на Jazz Mini, на маленькой модели из-за того, что мензура короче, там, соответственно, у нас идет Elixir 13-й. Вот у меня в руках 1253, это то, что стоит на этих гитарах по умолчанию. А на маленьком стоит такой же, но 1356. Просто вы знаете про это, если у вас уже даже есть эта гитара, вы не знаете, какие струны туда нужно ставить. И второй важный момент, Тейлор не комплектует свои гитары анкерными ключами, потому что вообще во всем мире Тейлор продается только в тех магазинах, где есть Master Sky. Россия, к сожалению, исключение, но, видимо, для того, чтобы вообще Тейлор был у нас в стране, они пошли на такое исключение, и поэтому Тейлор, в принципе, у нас много где продается. И что хотел сказать, что анкерные ключи у нас есть фирменные. Вот таких восемь штучек пока что осталось, мы заказывали. Их, в принципе, но найти сложно, потому что он здесь идет накидной. Если что, вот восемь штучек таких анкерных ключей у нас еще есть. Безумно ровный, такой красивый, кристальный. Да, и еще, конечно, хотелось сказать пару слов в защиту нас. Мы читаем все ваши комментарии, мы их учитываем всегда. Смотрите, ребят, недавно в прошлом, когда мы делали прошлую распаковку, читал, что звук очень сильно меняется, когда человек начинает играть на гитаре, как будто обработка, что-то нет. Это происходит смена вот этого микрофона на микрофон, который стоит. Просто мы при монтаже меняем вот эти все аудиоканалы, поэтому нет никаких обработок, просто меняется микрофон. Имейте в виду, хватит писать злые комментарии, мы вас любим, ценим. Надеюсь, что вы нас также. Кстати, мне еще попало вам сейчас внимание, не кусаются торцы, как это обычно происходит, и прогиб все, как бы с ним окей здесь. Чуть-чуть струнки пониже поставить, и можно в бой. То есть гитары пришли в хорошем состоянии. Да, но гитары доводить нужно вне зависимости от того, что это Тейлор и гитара стоят приличных денег. Что, поехали дальше. Дальше у нас будет 214-й Тейлор. Как раз по причине выхода этого Тейлора, он раньше делался, я не помню, с каким деревом, но было другое дерево. А потом как-то все разрулилось с палисандром, разрешили опять делать гитары с палисандром. И что произошло в один момент? Тейлор 214-й стал с палисандром, и эта гитара стала более популярной, потому что палисандр это вообще топчик. И они сделали упор на эту гитару, а у 114-го лишили его вот КТВ. И поэтому, ну, в таком, аэромаркетинговый ход для того, что типа хочешь с вырезом, бери 214-ю. Ну, а нам что остается делать? Вот, в подтверждение моих слов на официальном сайте написано, что 114-й Тейлор, он дисконтинует, его больше не производит. Сань, каждый раз, когда ты говоришь в один момент, мне кажется, в один момент. В один момент? В один момент. Что-то на нерусском. Да, чехольчики у этих всех гитар теперь одинаковые, сотая, двухсотая серия, это базовые модели. Завтра мы еще должны привезти более такую модель. Кстати, да, коробочки вот эти мы благородные никогда не выбрасываем, поэтому если у нас заказывается какую-нибудь Sigma, например, не удивляйтесь, когда она при этом в такой плотной коробке. Они хорошие, просто очень удобно паковывать, плотненькие. Мы никогда не теряем возможность использовать их и дальше. Экологичность. Так вот, Тейлор 214. Все-таки я считаю, что это, ну, Тейлор одна из самых успешных таких базовых моделей. Завтра к нам еще приедет Академия, мы про них тоже обязательно снимем. Это более низкая линейка. Такая у них считается для ученической. Вот. Ну и 214 нужно. Я в конце этого видео посмотрю по документам, сколько, какие гитар к нам пришло, мы вам обязательно скажем, потому что количество очень сильно ограничено. Ну что, 214. Сколько их не было у нас? Скажем. Год. Год этих гитар не было просто по причине звукоснимателей, коронавируса и всего прочего. А я иногда их снимал, помню, для одного из покупателей в Перми. Это был в сентябре, кажется, прошлого года. Ну, там единичные были какие-то поставки. Да. Палисандр. Тот, про который вам говорил. Вот такой вот красивейший Палисандр. Теперь в 214 Тейлоре идет. Белый готовый. Да. В принципе, все так же, как в сотке Ель здесь идет. Вот этот их знаменитый венецианский КТВ. Кстати, вот эту форму, насколько я знаю, придумал, собственно, Тейлор Grand Auditorium. Да, и все гитары немножко могу вам рассказать, кто не знает, по сериям. В чем там отличается не по сериям, а именно последние две цифры. Все, что кончается на 14 Тейлор, это Grand Auditorium. Все, что на 12 фолк и все, что на 10, мы откроем одну десятку. Это, соответственно, дредноут. На самом деле, у них много цифр и вообще, наверное, такие самые изобретательные по корпусу ребята. Это Тейлор в последнее время, потому что смотришь там AD17, AD27, потом 522 серия. Это вообще другой корпус гитары. И как бы, короче, устаешь на самом деле. Просто путаешься, забываешь, потому что Grand Pacific они называют и еще как-то. Я, кстати, буквально на днях только узнал, почему эта серия, которая у них есть, вот AD, American Dream. Почему она так называется? Потому что у них, когда вот в 74 году они образовались, там до 76 года это все устаканивалось, и у них и фирма называлась American Dream, и магазин, в котором ребята работали, вот те, кто Тейлор придумал, назывался American Dream. Видно, в дань этому всему, вот, своему началу, они сделали такую серию. Мы ее тоже привезем, я думаю, что через недельку где-то будет две гитары. Одна из красного дерева, вторая из ели. Это, кстати, очень классные гитары. Они напоминают, ну сейчас вкратце не про них, а про то, что будет потом, да, то есть они напоминают Slope Shoulder, Dreadnought с покатными ключами. Вообще неправильно называется Grand Pacific. И вот они как раз обладают таким компрессированным басом и очень классно подходят под подчес. Да, и пока Вадим настраивает гитару, мы сделали небольшую встроенную рекламу. Надо же как-то жить. Смотрите, тюнер, который Вадим настраивает, это новые тюнеры PRS. Сумасшедший, красивый, красивый экран, красиво упакованный, для себя подойдет, для подарка. Поэтому можно посмотреть его в действии. Причем он работает не от батарейки, а от аккумулятора, там с ним идет USB-провод. И есть у этого тюнера единственный минус, что он не налезает на классические гитары. Но есть эти классные плюсы. Либо электрогитара, либо акустика. А какой плюс? Они такие же точные, как... Как полетен. Как полетен, она стоит чуть дешевле. То есть у них погрешность такая же, то есть они настолько же точные. Просто полетен, стоит чуть дороже, а это чуть дешевле. Да, опять же, в качестве рекламы, ребят, очень много, я знаю, кто ждал. Вы не смотрите наш Инстаграм, больше смотрите Ютуб. Приехали Хуми Дитрак. Это штука, которая в кейсе, я про нее рассказывал, показывает, какая влажность в кейсе. Очень малое количество, но есть. И, соответственно, вот как всем этим Тейлорам, мы делаем наши фирменные ремни с нашим логотипом. Ну вот к данным моделям в таком свете, конечно, он, наверное, будет наиболее, наиболее преминым. Но есть на самом деле коричневые, черные в цветнокладке, то есть полно вариантов. Появились вот такие Крейдл Капа, самые дорогие, самые крутые. Всего лишь их было 8 штучек, 2 уже продали. Значит, хай штук еще на момент выхода этого видео должно быть. Крейдл Капа. Крутая штука очень. Крейдл Капа. 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 Хочется продолжить сразу. Ну, кайф. Чуть по объему уже, чем в 114. Ну, все-таки палисандр это более благородное дерево, чем орех. Орех это что-то более простое. Ну, и, соответственно, чтобы далеко не отходить от темы, сейчас вам покажем как раз, а может кто-то и не знает, в чем разница гранда аудиториями дредноут. Мы сейчас визуально покажем. Одна и та же серия, 200-я. Вот достаю точно такой же, но дредноут. И, кстати, еще одна тонкость, которая меня очень привлекает в Тейлорах, это как происходит как на 900-х сериях, на самых высоких, так как на недорогих. Это вот эти вот штрихи, господи, в виде палисандрового шпона, который прям сильно украшает эстетически гитару. Ну да, и каждая гитара получается уникальной, потому что этот рисунок не повторяется. Вот, допустим, мы открыли ту же 200-ю серию, и здесь уже вот голова грифа, она... Ну, я считаю, там было интереснее. Вот как раз у нас дредноут. Я хотел показать визуально. Посмотреть? Да, два вместе взять. Вот у нас, соответственно, дредноут. Это более такие, более квадратные гитары. И, соответственно, более объемные, соответственно. Да. Для рока, для чего-сяка. Но они, кстати, даже дредноуты, мне еще нравится, у них очень кристальный звук. То есть тембр гитары, он сохраняется независимо от размера. Ну, опять же, вот в пример, там, фёрх гитары, они всегда очень резонирующие, очень громкие, очень такие серединистые. Даже Little Jane маленькая тревел гитара, ее собираешь, она прям такая боевая. Вот у Тейлора, вернее, то же самое. То есть гитара большая, гитара маленькая, она всегда очень кристальная, очень ровная. И, на самом деле, многие эти гитары, они даже не про объемы, особенно эти гитары небольшие, они вот именно про ровность. Для записи, для сцены, под голос, кайф. Ну, а тем, кто любит помочить витерацию, я прям с такой сильной атакой, это тоже дредноут. Как же хорошо они упакованы. И этот приятный звук. Да-да-да. Открытие новой гитары. Как бутылку шампанского открываешь. Или к коньяку. Пока Вадим устраивает гитару, у меня здесь будет кое-что для любителей Open G. Александр Яковлевич Розенбаума и Валерия Шамардина. Сегодня, Валерия, у нас выходное, мы вот 12 струнки распаковываем здесь. Даже не знаю, кто они будут сейчас играть. Да. Я сейчас достану гитару, которую можно, кстати, даже если вы не верите, Валерия спросить. Я думаю, что это лучшая гитара для того, чтобы начать играть в Open G, так как там используется часто большой палец, здесь гриф у всех 12 струнок. Я думаю, что это вот самый удобный гриф. То есть даже удобнее, чем вот на Овэйшене. Поэтому бывает такое, что человек хочет начать играть в Open G, но Овэйшен ему неудобен, потому что он скатывается постоянно. То Тейлор — это хорошее соотношение ценокачества. Гитара сейчас недорого стоит, в районе 108 тысяч. Нужно уточнить, но, по-моему, там цена не менялась на них особенно. И, соответственно, гитара удобная, звучит круто. И звукосниматель, и это Тейлор. Ну что, переходим к 210. Да, вот так вот закрываешь глаза, и ощущение, что играет полностью массивная гитара. Все вот из-за этой хитрости, которую вот Сава может сейчас вам показать. Внутри гитары на нижней деке нету пружин, ничего ее не держит. И классная какая-то у них такая конструкция, что это все не разваливается и служит годами. Очень-очень круто. Ну что, вот такой вот 210 Тейлор. Дредноут есть в небольшом количестве. Сейчас мы в конце глянем, сколько штучек пришло. Ну и переходим к любителям поиграть. На ковре у желтых листьев. Вот что-то такое. На ковре из желтых листьев. Супер крутой чехол, как и у остальной вот сотой-двухсотой серии. И, конечно, вот такой красавец. Все, как было в первой гитаре. Ель, орех, звукосниматель ЕС-2. В два раза больше колков. И струн. Да, и в два раза больше струн. Гитара крутая. Корпус дредноут. Очень ждали мы их. И гриф, вот у них один из самых-самых удобных. Если ты 47-48, мне кажется, даже меньше. 48, но обхват удобный, да. Обхват. То есть гриф может быть и 45 мм. Но если обхват плоский, напоминает опять же электрогитару, то это прям пол-дело сразу решает. То есть добавляет удобство процентов на 50. Да, и эргономика Тейлера бесподобная, конечно. Они поэтому очень классно опять же с них начинать. Потому что те же самые серии Академии, которые мы покажем чуть позже, они продуманы вообще до мелочей. То есть там и армрест они делают, чтобы рука не затекала, и гриф поудобнее, и эргономика гитара. То есть размеры, она очень удобная и девушкам, и парням, то есть прям кайф. Можно приходить, 5 моделей гитары есть. Jazz Mini всего лишь один, а остальных я сейчас посмотрю, сколько штучек нам пришло. Пока Вадим настраивает, смотрите, уточнил информацию, 114-х всего лишь 3 гитары, 214-х 3 гитары, 210-х, которые были предыдущие, всего лишь 2 инструмента, и вот таких вот 12-й струнки всего лишь 3 гитары на всю Россию от гитарного клуба. Кстати, сейчас есть офигенная возможность сравнить для тех, кто любит сравнивать. Тейлор и Фёрх, потому что есть несколько гитар Фёрх в корпусе Гранд Аудиториум, и в том числе 12-й струнка, поэтому забегайте. Ну да, мы, соответственно, мы снимали вот предыдущее видео, распаковку буквально, сколько прошло у нас? Прошло, наверное, дней 5. Дней 5, да, прошло, и мы уже 2 партии привозили. Сначала 11 гитар, потом 9 гитар. Осталось всего лишь 4, поэтому вот. Но есть вариант сравнить. На самом деле, то есть Тейлор вот этот, он классно звучит, и вот там есть эта хитрость, и она звучит как полностью массивная гитара. Круто, здорово. Но в голове, ну допустим, у меня всегда есть в голове такая мысль, блин, это же полумассив. Понятно, что это ни на что не влияет. Если звук нравится, удобство нравится, да какая разница, полумассив или массив. Но просто фер, в эти же деньги, 12-струнка, она идет полностью массив. И в целом, по удобству, по эргономике, я не могу сказать, что она проигрывает, поэтому как раз 12-струнный еще остался. Если у вас есть такое желание, приезжайте. А, ну единственное, что здесь нет электроники. У Тейлора есть электроника, но сюда ее всегда можно поставить. Почему? Потому что у нас есть звукосниматели LR Bex, вот вообще на любой вкус. Просто пиза, просто микрофон или смешанная пиза с микрофоном. Сюда можно поставить, будет еще звучать круче. Поэтому он такие, два конкурента. Мне, кстати, даже кажется, что они не очень конкурентные. И даже вопрос не в том, что они отличаются в уровне материала. Ну, типа они очень разные просто. Они очень разные. Все-таки это кедр-махагон, это орех-балка, это вообще разный характер, разный тембр-гитар. Поэтому тут нельзя сказать, что-то лучше, что-то хуже. Тут, если вам нравится пожирнее, помясисте, то это фюрх. Если вам нравится более кристальный, более деликатный звук, это Тейлор. Ну, кстати, верно. Это да. Ну, в плане конкурента они по цене. А так, конечно, тут абсолютное дело вкуса и кому что больше нравится. Да, ну, класс, я счастлив, что наконец-то у нас есть на полках Тейлор, есть Фюрх, есть Мэйтон, осталось дождаться Мартин и остальную поставку Тейлора. Поэтому мы там ждем и 314-я гитара, и 414-я. Кто успел, увидел у нас 912-й Тейлор, который один всего лишь в Россию приехал и простоял у нас всего лишь 3 дня. Вот так. Ну что, давай на 12-й струнке сыграем. Субтитры создавал DimaTorzok Звук и так объемный, а я еще тут раскорячивался со своими открытыми аккордами. Ле минор возьми, просто да и соль мажор. Да, и гриф, видите, настолько удобный, большой палец, он сам просится вот наверх. Если у вас нету дома, а жары ему не страшны, и жена не уйдет из дома. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Ну а что, по традиции, ждем вас. Москва, Большая Новодмитровская, 36, страни 25, Санкт-Петербург, Кирочная 3. Ребят, приходите, смотрите видео наше до конца и сделайте доброе дело, подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Это прям обязательно. Все, до встречи. Это была первая часть распаковки Тейлора, остальная, вот сразу, как только нам привезут, сразу же мы откроем и вам тоже все покажем. Пока-пока. До встречи. А, надо было говорить, да, уже? Он выключен. Давай заново. Только не делай это потом в черно-белую. Я тебе скажу, что нужно сделать в черно-белую. Да, да, да.